Николай Азаров заявил, что оснований для повышения цен нету, поэтому цены будут повышать без оснований. А в ответ на это Юлия Владимировна заявила, что во всем виноваты эти бандиты, Виктор Федорович и Николай Янч. Можно без имен? Хорошо. Этимашинка заявила, что во всем виноваты эти бандиты, Янукович и Азаров. И без фамилий, пожалуйста. Хорошо. Новости без имен и фамилий. Вчера тот, который поет и думает о бабушках, встречался с тем, который танцует и думает, что Чехов поэт. Они обсудили ту, которая уже и не поет, и не танцует, и даже не протюет. Также они обсудили ее договор с маленьким, который главный у них. Ну, не тот маленький, который главный сейчас, а тот маленький, который главный всегда. В субботу тот, который говорит, что он не еврей, отказался общаться с журналистами, потому что шаббат. По мнению политологов, тот, который обещал перед выборами всех по чуть, сразу после выборов действительно всех и не по чуть-чуть. А вчера та, которая с косой, заявила, что ей постоянно звонят и угрожают, что за ней придет та, которая с косой. Еще одна новость. На днях Конституционный суд на книгу, на которую кладут руку, положил далеко не руку. А зарубежные новости? В Москве тот, который метр без кепки, уволил того, который метр с кепкой. А у нас в Киевской мэрии наконец-то убрали одного клоуна и взяли Попова. У нас новости шоу-бизнеса. Недавно тот болгарин, который долгое время жил с бабушкой, дал грандиозный концерт на той площади, где лежит дедушка. А теперь прогноз того, что никогда не сбывается. Завтра в столице сильный, порывистый, против которого нельзя. АПЛОДИСМЕНТЫ